Здравствуйте. В этом видео тема будет такая. Интерпретация символа или конструкции вот такой. АИТЭ, БЖТЭ. Попробуем интерпретировать эту конструкцию. Итак, БЖТЭ – это некоторый отбор, обладающий значением спектра наблюдаемой Б. БЖТЭ. Известно нам, что на данный момент известно, что ТЕСС, а также ТЕАНТИСС – это числа. Вот это числа у нас. Также мы знаем, что вот такие конструкции – это тоже числа. Поэтому мы предполагаем, что вот эта конструкция – тоже число. Но это предположение. Конечно, это ниоткуда не следует. Это наше предположение. Что может нам такое предположение дать? Что будет с законом преобразования таких чисел? Для этого рассмотрим действие оператора АИТЭ, АИТЭ на оператор СЖТЭ, СЖТЭ. Воспользуемся законом умножения. И по закону умножения это вот такой символ, как раз АИТЭ на СЖТЭ, умноженный на символ М АИТЭ СЖТЭ. Теперь никто не мешает нам домножать на единичный оператор, действовать единичным оператором. Поэтому мы вот эту конструкцию распишем немного теперь в другом формате. Мы вот сюда вот, вот сюда вот между ними встаем единичный оператор, и она от этого не изменится. То есть, МАИТЭ, АИТЭ, МСЖТЭ, СЖТЭ, никак не изменится, если мы между этими двумя символами измерения вставим единичный символ измерения. И запишем так. А теперь, этот символ измерения единичный. Значит, для него справедливо утверждение, что он равен сумме М каких-то, допустим, Бкатых-Бкатых. То есть, симметричных символов измерения Швингера. Ведь у нас по А и как раз с тем Б и производится отбор, как я в самом начале и сказал. Поэтому, воспользовавшись утверждением из предыдущего видео, я первый символ измерения не трогаю, и последний не трогаю. А вместо второго я напишу сумму. Сумму по К от 1 до какого-то числа Н. М, Бкатых, Бкаты. И еще в конце у нас здесь еще символ измерения СЖТЭ, СЖТЭ стоит. Теперь, никто не мешает мне внести вот этот символ измерения под знак суммы. Поскольку он не зависит от К. От К нет зависимости у него, поэтому его можно спокойно вносить и выносить за знак суммы. Поэтому я его вношу под знак суммы и пользуюсь свойством умножения, законом умножения вот этих двух символов измерения. Давайте так и сделаем. Тогда у меня получится сумма по К от 1 до Н. И если будем применять закон умножения, конструкция будет АИТ на Бкаты на символ измерения М. И в конце у нас еще есть символ измерения СЖТЭ, СЖТЭ. А теперь я это МСЖТЭ тоже внесу под знак суммы, поскольку зависимости от индекса Ж нет. И воспользуюсь законом умножения вот этих двух символов измерения. Тогда я получу сумма от 1 до Н АИТ Бкаты на Бкаты на СЖТЭ по закону умножения. Ну а остальное то, что у меня останется, я не буду держать под знаком суммы, поэтому останется у меня символ измерения МАИТЭ, СЖТЭ. Вот. И так получил такую конструкцию. А с чего я начал? А я начал... Ну, неважно, с чего я начал. Значит, что мы получили? Получили мы следующее. Из того же, из полученного следует, что у нас АИТ СЖТЭ, такая конструкция, это есть сумма по К от 1 до Н АИТ Бкаты на Бкаты СЖТЭ. Это следует вот отсюда. У нас с одной стороны это равно вот такой конструкции, где символ МАИТ СЖТЭ домножен на вот такое вот, как мы предположили, комплексное число. И та же самая конструкция оказывается равной вот такому, где тот же самый символ измерения домножен на какое-то другое число. Поскольку вот это все число, то сумма их, комбинация этих чисел тоже будет какое-то число, по нашему предположению. Но получилось отсюда, что такая конструкция равна такой конструкции. Вот это называется законом преобразования. Это важный закон, закон преобразования. Теперь, если мы возьмем СЖТЭ равное АИТ, если у нас будет СЖТЭ равное АИТ, то тогда у нас получится АИТ СЖТЭ то же самое, что АИТ и тогда, как мы сказали, во-первых, это единица. Мы до этого договорились в предыдущих видео. Тогда получится, что сумма по К от 1 до Н АИТ БКТ на БКТ АИТ. Это я вот это вот расписал в соответствии с этим законом. Это единица. Получили такое соотношение. Последнее, что нужно сказать в этом видео, так это то, что, чтобы не было всяких противоречий для комплексных чисел, мы также потребуем, чтобы вот такая конструкция БКТ АИТ была равна АИТ и БКТ, то есть помененными местами значениями спектра, но комплексно сопряженно. Комплекс сопряженно. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»